Эрлинг Холланд решил, что ему нужно перейти в Мадридский Реал. 17-летний Вундеркинд перебирается в Барселону. Арсеналу интересен Маркус Решфорд. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом ролике. А перед его началом я хотел бы сказать о том, что у меня есть телеграм-канал, в котором ты найдешь актуальные новости из мира футбола, а также трансляции матчей топовых чемпионатов. Ссылку я оставлю в описании. Игрок Дортмундской Баруси Джованни Рейна перешел в Ноттингем Форест. Об этом сообщает пресс-служба английского клуба. Лесники арендовали футболиста до конца нынешнего сезона. Соглашение между клубами не предусматривает опции выкупа атакующего игрока. Отмечу, что отец американца Клаудио Рейна, известный в прошлом футболист, также выступал в АПЛ. Экс-полузащитник играл за Сандерленд и Манчестер Сити. Ювентус определился с планом действий на случай ухода Федерико Кьезе. Срок действующего контракта Вингера рассчитан до лета 25-го года, пока в переговорах о продлении нет прогресса. Как пишет для газета Делоспорт, Ювентус может продать Кьезу летом, если к тому моменту он не согласится подписать новый контракт. Клуб уже выбрал игроков, которых может подписать на место Кьезе. В шорт-листе находятся Дзаканья из Лацио, Георгий Судаков из Шахтера и Доминика Берарди из Сесуола. Лука Модрич не продлит контракт с Реалом. Журналист Ману Кареньо со ссылкой на свои источники сообщил, что Модрич в любом случае не продлит контракт с Реалом. «Благодаря травмам молодых игроков, которых Реал сейчас считает более сильными, он играет больше, чем должен», — сказал Кареньо. В будущем Реал и Карл Анчелотти все больше будут рассчитывать на Феда Вальверде, Джуда Беллингема, Камовингу и Орельена Чуамини. А на Тони Кросса и Модрича все меньше. Модрич знает, что играет чуть больше, чем ожидалось, и понимает, что его роль в этом составе становится вторичной. Если поступит предложение из Саудовской Аравии или МЛС, он может уехать туда. «Если предложение, которое его привлечет, не будет, он может закончить сезон в Реале, сыграть на Евросхорватии и завершить карьеру», — сказал журналист. Комитет FIFA по этике начал расследование в отношении Сануэля Итао. По информации The Athletic, президента Федерации футбола Камеруна обвиняют в злоупотреблении властью, коррупции, договорных матчах и угрозах насилия в адрес людей, не согласных с его позицией. Свидетелем по делу выступает предыдущий глава Камерунской Федерации Ньяла Куан Джуниор. По его словам, Итао влиял на исходы многих матчей местного чемпионата и угрожал чиновникам Федерации футбола, включая самого Джуниора. Экс-глава Камерунского футбола утверждает, что Итао сорежиссировал матч чемпионата между клубами Ньяла Куан Спортс Экэдеми и Камбо Сити. Чиновник заявил, что вышеупомянутый матч был самым скандальным в истории человечества, отметив, что бывший футболист давал указания судьям в перерыве через телефон, который был включен на громкую связь. В распоряжение The Athletic попали электронные письма, сообщения в WhatsApp и аудиозаписи, которые доказывают вину Сануэля в ряде эпизодов. Например, в разговоре с владельцем Victoria United Итао пообещал ему, что клуб выйдет в первый дивизион. В аудиосообщении экс-футболиста прозвучала фраза о том, что есть определенные вещи, которые можно сделать для повышения в классе. По итогам сезона Victoria United вышла в высшую лигу Камеруна, после того, как занявший второе место в турнирной таблице Стат Дебертуа был дисквалифицирован футбольной федерацией. FIFA и конфедерация африканского футбола начали расследование материалов дела. В июле Итао опроверг свою причастность к договорным матчам. Нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Решфорд может сменить клубную прописку. По информации Football Insider, на футболиста нацелился лондонский арсенал. Сообщается, что канониры будут пытаться подписать Решфорда после окончания текущего сезона. Отмечается, что будущее игрока в МЮ остается под вопросом после его недавних проблем с дисциплиной. Ранее была информация о том, что красные дьяволы приняли решение не продавать Решфорда этой зимой. Real Madrid заключил спонсорское соглашение с компанией HP. По информации Марка, американский поставщик аппаратного и программного обеспечения станет одним из крупнейших спонсоров клуба. Логотип HP появится на рукавах футболок мадридского клуба. Сливочные будут получать 70 миллионов евро в год. Ожидается, что Real объявит о сделке уже сегодня. Галатасарай согласовал с Нотингем Форрест переход защитника Сержа Арье. По информации Фабрицио Романа, речь идет о полноценном трансфере, а не об аренде. Стамбульский клуб приобрел 31-летнего игрока в связи с продажей в Баварию француза Саши Буэ. В текущем сезоне Арье провел в чемпионате Англии 12 матчей, в которых отметился двумя голевыми передачами. Нападающий Хитафи Борха Майораль может продолжить карьеру в МЮ. Как стало известно Тим Толк, скаутам красных дьяволов очень понравилась игра футболиста. Сообщается, что Манчестер Юнайтед стремится оформить сделку в последний день трансферного окна. При этом источник отмечает, что если у английского Гранда не получится подписать Майорали сейчас, то этот вопрос будет отложен на лето. Эксперты портала Трансфермаркт оценивают стоимость нападающего в 15 миллионов евро. Мадридский Реал будет пытаться объединить в одной команде Кильяна Мбаппе, Джуда Беллингема и Венисиуса Джуниора, сообщает Марка. По их данным, руководство Сливочных планирует подписать летом 2024 года контракт с Кильяном, сохранив при этом в составе своих нынешних звезд. 20-летнего английского полузащитника Джуда Беллингема и 23-летнего бразильца Венисиуса. Ранее появлялась информация о том, что приход Мбаппе в королевский клуб может потеснить позиции этих двух игроков и даже привести к расставанию мадридцев с кем-то из них. Также Марка сообщает, что Кильян должен в этом месяце объявить, что покинет ПСЖ. На встречах руководства Реала о возможном трансфере Кильяна не говорили до прошлой недели. Теперь ситуация изменилась. А еще, по информации издания АС, нападающий Манчестер-Сити Эрлинг Холланд убежден в необходимости перейти в Мадрид. По их данным, ключевым событием, которое привело норвежца к такому решению, стала церемония награждения The Best FIFA Football Awards этого года, на которой лучшим игроком был назван аргентинский нападающий Интер-Майами Лео Месси. Сообщается, что Холланд видит необходимый переход в Реал для того, чтобы самому становиться обладателем индивидуальных призов. Правый защитник ПСЖ Нарди Мукейле может оказаться в Челси до закрытия зимнего трансферного окна. Об этом сообщает Get German Football News. По информации источника, лондонцы обеспокоены глубиной состава после травмы Риса Джеймса и хотят усилить позицию флангового игрока обороны. Отмечается, что ПСЖ не захочет отпускать Мукейле в последний день трансферного окна, но французского игрока также продолжает претендовать Бавария. Мукейле выступает за ПСЖ с 2022 года. Ранее он изъявил желание перебраться в Мюнхенскую Баварию. Барселона находится в шаге от подписания полузащитника Юр Гордона и молодежной сборной Швеции Лукаса Бергваля. Об этом сообщает Фабрицио Романа. Каталонский клуб заплатит за 17-летнего футболиста около 7 миллионов евро. Еще 3 миллиона будут предусмотрены в качестве возможных бонусов. Молодой игрок присоединится к Синегранатовым 1 июля, в день открытия летнего трансферного окна. Синегранатовое лома Синегранатовое лома Субтитры создавал DimaTorzok